Горячей воды у нас нет. Вот маленькая струйка, и то она идёт холодную. Батареи тоже все у нас холодные. Жители двухэтажки на Львовской уже вторые сутки замерзают в собственных квартирах. На выходных в доме прорвало трубу с горячей водой. Фонтан кипятка залил весь первый этаж. С тех пор ни воды, ни отопления в доме нет. Чтобы хоть как-то согреться, люди вынуждены ходить в помещениях в куртках и литрами пить горячий чай. Устранять аварию коммунальщики не спешат. Люди рассказывают, даже в МЧС быстрее отреагировали. Мы бились с 9 часов во все колокола. И в управляющую компанию, и к секретарю администрации. Как бы везде отказывали. То есть уже на край, в 7 часов вечера где-то мы вызвали МЧС. Приехало три пожарных машины. Приехали не потому, что собирался конденсат. От того, что этот пар и стало коротить в включателе, где горела лампочка. И только благодаря этому МЧС приехали электрики, пришел водоканал. Что-то там они начали делать, но они потом ушли. Последствия потопа до сих пор видны в подъезде. В воздухе стоит густой пар, а лестница на второй этаж покрылась тонкой коркой льда. Я поднималась, упала в подъезде подкользнула. Все промерзшее вообще. Все пропитано водой и все промерзло. У меня такое ощущение было, что я просто на асфальт на галиму упала. Я даже подняться не смогла на второй этаж. А здесь ничего не закрывается. Подъезд даже заизолировать нельзя для того, чтобы сохранить тепло. Последние несколько месяцев дом на Львовской обслуживает управляющая компания Иннокентьевский. У жильцов и раньше были претензии к организации. Люди говорят, они эту компанию не выбирали, поэтому платить за содержание общего имущества они отказываются. У нас с лета не убирался ни мусор, у нас крысы бегали, и мыши, и крысы. Не убирались они. Подъезды мы сами моем. Ни ремонты никакие, ничего не производится. В управляющей компании нам рассказали, заявку от аварийной службы им передали только сегодня. Рабочие сразу приступили к ремонту. Ситуацию уверяют, специалисты осложнило то, что работать пришлось только вручную. Сейчас все замерзало. Вы же прекрасно понимаете, какие погодные условия. Поэтому это все вручную. Поэтому может, ну и получается так немножко, я понимаю, жителей, но таким образом немножко затягивается. Потому что это ручная, все вручную делают. И там ситуация, там еще очень маленькие, скажем так, стесненные условия, копки. Там буквально, ну развернуться негде. После обращения нашей телекомпании жильцам вернули и тепло, и воду. Однако люди боятся повторения порыва. Трубы в доме не меняли более 30 лет. Екатерина Деревянко, Сергей Кашин, Афонтова, Новости.